Здравствуйте, меня зовут Юля, специально для проекта InDubai. Я расскажу вам про район, где мы живем. Район называется Отмета. Отличается он тем от Дубая, которую вы видите на картинке, и глянцевых изданий, тем, что здесь нет ни баскребов, нет деловой активности, нет офисов, зато большое количество магазинчиков, ресторанчиков, аптек, прачечных и большое количество индусов, телепинцев, пакистанцев. Здесь практически не слышна европейская речь, здесь нет русских, здесь нет известных больших гостиниц, и район находится далеко от пляжа. Для тех, кто не скопил себе на свой Мерседес, это идеальное место, потому что до любого магазина или ресторана может пройти пешком. Пойдемте, мы вам все здесь покажем. В районе есть два русских магазина. Магазин продуктов и магазин книг. Там большой ассортимент особенно. Можно купить майонез, сухарики, семечки, гречка, черный хлеб, сосиски, колбаса. Книжный магазин тоже очень популярный среди русских в Дубае. Дело в том, что он работает именно со зданиями, и все новинки появляются здесь так же быстро, как в России. Спасибо, Раи. Спасибо, Раи, да. Это владелица и сотрудница этого магазина. Ну, в общем, район отличается тем, что здесь очень много разных ресторанчиков на любой вкус и бюджет. Ну, скажем так, от совсем маленького до среднего, я бы сказал. То есть можно сходить и поесть на 30-20 дирхам спокойно одному человеку, а можно и на 100-150. Если вы хотите попробовать аутентичную индусскую или пакистанскую кухню, или бенгальскую кухню попробовать, то, пожалуйста, милости просим. Отличные рестораны. Ну, достойные кухни, да. Практично мешок одежды стоит где-то 50 дирхам. Все сделают красиво, принесут на дом. Можно вообще не выходить из дома. Доставка еды, продуктов, как-то. По звонку. По стоимости квартиры, ну, я думаю, что ценник на one bedroom, одна спальная квартира, да, то есть будет гостиная, одна спальня, туалет, кухня. В районе от 50 до 60 тысяч, я бы сказал, в зависимости от состояния дома. Поскольку дома не очень новые, мы столкнулись с такой проблемой, как тараканы. Есть так называемый pest control, когда тараканов травят, но все равно вытравить их практически не удалось, пока не привезли мелок к Машеньку. Вот, а снимаем мы здесь жилье временно, помесячно. Вот, поскольку, как бы, сначала решили разобраться со школой. Ну, здесь есть дома разного уровня, да. Вот, например, вот этот хороший дом, вот. Наверняка там есть бассейн и детская внутри зона. Вот, я думаю, что стоимость будет 65, там, 75, да, в год тысяч дирхам. Попасть туда практически, ну, невозможно. Нужно искать, если вдруг появляется вариант, его, наверное, сразу забирают. Мы сняли время на более таком среднего уровня жилье, как называют они, уровень decent, то есть достойный, якобы. Вот, это примерно вот такого уровня дом. Вот, без бассейна, но со спортивным залом. Вот. Что, кстати, для Дубая, мне кажется, довольно-таки большое, как бы, преимущество, это то, что везде есть спортзалы. Потому что везде фастфуд, надо держать себя в городе. Да? Значит, вот Ламзи и Плаза. Это центр местной социальной жизни, наверное. То есть, мол с различными магазинами, с фудкортом, с детским, внутри детской зоны, где можно оставить даже ребенка, как бы иногда оставляем, с женой идем в ресторан. Вот. Ну, это, конечно, не Эмирейтс, мол там, молов Эмирейтс. Это среднего уровня, в общем. Ну, хотя есть некая-то брендовая одежда. Это Ламзи Плаза, знаковое место для этого района. Если вы хотите сюда добраться, достаточно таксисту сказать, что Ламзи Плаза, и он вас привезет. Для Дубая это очень маленький мол, совсем небольшой. Основные покупатели здесь индусы, пакистанцы, филиппинцы. Европейцы сюда заберегают, но не очень часто. И русской речи вы здесь практически не услышите. Мы находимся в Фан-сити, это сеть детских развлекательных, выселительных таких мест, где дети в жару могут провести время, побегать, поиграть, выплеснуть энергию. Ну, соответственно, это тоже стоит денег, поэтому родителям нужно быть к этому готовым. Сюда мы ходим часто, вот, поэтому многие думают, что я здесь работаю. Поскольку мы очень примелькались, у нас светлое лицо, светлые волосы, и поэтому все с нами здороваются, знают, что девочку зовут Маша. Маша пока еще не выучила английских слов, поэтому, когда я спрашиваю, вот, из ее нейм, она отвечает, она не говорит фразу «май нейм», она сразу отвечает «из Маша», поэтому многие в моле зовут ее «из Маша». Здесь также есть кинотеатры. 100% репертуара данного кинотеатра – это фильмы Болливуда, поэтому поклонникам зиты и гиты на английском языке тоже будет очень интересно. Можно купить бриллиантов, пожалуйста, купить дорогих часов, можно купить здесь сари, здесь есть фудкорт и старбакс, то есть довольно-таки европейский набор вещей и одежды здесь можно перевести, но также можно найти экзотику. Наш район не очень типичен для Дубая. Я вам уже говорила, что вы здесь не видите небоскребов, и добираться вам до них придется либо на такси, либо на метро, пешком отсюда не дойти. До ближайшего пляжа, который называется Open Beach Port Rashid, примерно ехать в 15-10 минут, и займет это у вас от 10 до 20 дирхам, в зависимости от того, в какое время вы поедете. Пляж очень хороший, он оборудован всем необходимым для купальщиков, там есть и переодевалки, есть и душ, и есть и место, где можно перекусить. И пляж очень довольно-таки чистый, хоть и небольшой. До ближайшего метро можно доехать либо на автобусе, либо на такси, займет это около порядка 10 дирхам, либо 12 дирхам, но не больше. По времени тоже от 5 до 12 минут, я думаю. Этот район я посоветую выбирать тем туристам, у которых небольшой бюджет, которого не пугают расстояния, которые готовы тратиться на транспорт, которые хотят попробовать аутентичную кухню, посмотреть на Дубай совсем с другой стороны. Но вы будете чувствовать себя здесь комфортно и безопасно. Здесь довольно-таки чисто по сравнению с другими районами, такие как Алькарама и Дейра. Не думайте, что вы здесь найдете экскурсионное бюро, которое говорят по-русски. Этого здесь нет, вам придется здесь сняться на английском. Большое количество банкоматов, здесь вы можете спокойно снять деньги. В отличие, например, от ДжБР, где сложно снять такси, поймать такси, вы здесь не будете испытывать трудности с транспортом, такси на каждом углу. Специально для проекта Индубай с вами были Юля и Женя и Маша. Подписывайтесь, смотрите видео ВКонтакте, на Ютьюбе, комментируйте. И оставайтесь с проектом. Всего хорошего, до свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok